Стойки, подсечки, захваты и броски для Елены Авдеевой давно привычное дело. Самбо-девушка занимается с 12 лет. И все это время боевое искусство ей помогает постичь тренер областной спортивной школы Олимпийского резерва по единоборствам Дмитрий Кучаев. Родители сначала с иронией отнеслись к желанию Лены заниматься мужским видом спорта. Но она была настроена серьезно. Я пришла к самому тренеру, мне было 12 лет. Получилось так, что папа мне рассказывал о самбо. Я решила попробовать. Родители сначала подумали, что это все у нее всерьез. Подумали, что пару месяцев все это перегорит. Но потом я пришла маме и говорю, что это все кто-то нашла. И мама меня привела к Дмитрию Николаевичу. Сейчас Лене 17. Она не раз становилась призером престижных чемпионатов. А недавно взяла бронзу на первенстве России среди юниоров. Девушка тренируется 5 дней в неделю по несколько часов. И с будущей профессией уже определилась. Самбо для меня это уже сейчас образ жизни. Уже на тренировку. Каждый день уже для меня это как режим дня. Но самбо дает немного жизни. Я как минимум выбрала профессию. Я учусь на тренера сейчас уже на третьем курсе. В дальнейшем пойду получать высшее образование тоже. Специальность тренер. Сегодня у Лены необычная тренировка. Занятие приурочено ко дню рождения президента России Владимира Путина. Который, как известно, является мастером спорта и заслуженным тренером по самбо и дзюдо. В этом плане благодаря нашему президенту нашей России не только сильное становится, но и развитие нашего любимого вида спорта тоже идет. Самбо не просто вид спорта. Это настоящее руководство к самозащите. Может пригодиться не только для развития спортивного пути, но и в качестве самообороны в жизни. Самбо приводится как самооборона без оружия. Прививает физические качества, уважение к сопернику, к товарищу, возможность защитить своих близких, родных и нашу страну. У самбистов есть традиция. Любой спарринг начинается и заканчивается рукопожатием между соперниками. Также у приверженцев этого вида спорта своя особая терминология. Одна из них, допустим, в одну калитку. То есть это что значит? Это значит выиграть досрочно в одну калитку, потом разобрать. Это что значит разобрать? Тоже в одну калитку разобрать соперника. То есть просчитать его, легко с ним отбороться, выиграть без особых причин. Посмотреть на увлекательные спарринги и поболеть за ребят приехали окружные депутаты-единороссы. Спортсмены очень хорошие. Уровень, я хочу сказать, уже довольно-таки приличный. Видно, что ребята уже на уровне, как минимум, кандидатов в мастера спорта, разрядники. Ну и хочется пожелать ребятам побед на ковре, чтобы наши одинцовские самбисты всегда были первыми. Полина Толмачёва, Ферид Харидинов, телекомпания «Денцова».